Здравствуйте! Меня зовут Елена Андреевна. Сегодня я расскажу вам про past simple, про время, прошедшее простое время. Оно образуется с помощью второй формы глагола, как вы все знаете. Глагола делится на правильное и неправильное. Неправильным глаголам в прошедшем времени прибавляется окончание «иди», а неправильные глаголы полностью меняются. Вторую форму мы с вами должны просто запомнить. Вообще, я рекомендую вам сейчас открыть наши словарики в тетради для правил для того, чтобы записать эту схему, чтобы всегда к ней обращаться. Вот как мы это обычно и делаем. Утвердительное предложение обозначает с вами знака «плюс» в кружочке. И приводим пример сразу, чтобы разобраться. I played games. Я играл в игры. Глагол played нас правильным, поэтому к нему мы прибавляем окончание «иди». Второй пример с неправильным глаголом. Глагол go идти. Он поменяется у нас на went. Например, he went to school. Он ходил в школу. Так, глагол поменялась на went. Дальше. Вопросительное предложение. Здесь у нас появляется наш вспыхательный глагол «did». Он на себя собирает как будто прошедшее время. Мы его еще и ценаем «дит-бандит», да? И основной глагол у нас опять становится в первой форме. «Did you play games?» «Играл ли ты в игры?» Да? Глагол did ставится перед подлежащим. И затем идет основной глагол. Но уже в первый форме. Еще раз подчеркиваю. Очень много ошибок на этом моменте. С неправильным глаголом «did he go to school?» Ходил ли он в школу, да? С when он опять в первую форму стал глагол «go» идти, да? Один его. Отрицательное предложение у нас также образуется с помощью вспомогательного глагола «did», только уже с частицей «not», сокращенно «didn't». «I didn't play games?» «Я не играл в игры», да? Подлежащий, потом вспомогательный глагол «didn't» незабываемого. И основной глагол в первой форме. «He didn't go to school?» Он не ходил в школу. Опять у нас после подлежащего «he» он, да? Стоит вспомогательный глагол «didn't» отрицание. И основной глагол в первой форме. Следует также запомнить слова-указатели, которые сигнализируют нам, ребята, что у нас предложение построено в «past simple» или «речь идет имена» в прошедшем времени. Какие это слова? Это слова «yesterday», «vчера», «last week» на прошлой неделе, «last month» прошлого месяца, «last year» в прошлом году, «last summer» в прошлом летом, «last autumn», «last spring» прошлой зимой и так далее. «Ten years ago», например, «10 лет назад», «one year ago», «один год назад» и так далее. «Last Saturday» в прошлом субботу, «last Monday» в прошлом понедельник, «last Tuesday» и так далее. Также следует отметить форму глагола «to be», да, глагол «to be» у нас ставится в прошедшем времени, и форма его будет «was» – это «был» в единственном числе. А если речь идет о «можественном числе», да, то будет «были». пример приведем. Повествователи, творительные предложения наши. «He was at school». «Он был в школе», да? Здесь «он» – единственное число. «He». Если бы было множественное число, например, «we», «мы», мы бы уже поставили «verb». «We were at school». Понятно? Также вопросы. «Was he at school?» «Был ли он в школе?» Здесь у нас что происходит? У нас глагол «was» встает перед подлежащим, ну и потом остальные члены предложения. Отрицание. «He wasn't at school?» «Он не был в школе». У нас глагол «was» прибавляется в частицы «нот», сокращенный «вос». Если мы хотим сказать во множественном числе, мы можем сказать «мы не были в школе», например. «Уби» уже «бил нот». «Бил нот» – сокращенный «бил нот». «Уби в ант от school?» «Мы не были в школе». Таким образом, вот данное правило вам должно быть в первую очередь при выполнении домашних заданий разобраться в этом прошедшем времени. Желаю всем удачи. See you next time, on next video, so you can write down your comments. Можете посетить нас в своей комментарии and your questions. See you. Bye.